МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гигантские машины с строительными конструкциями встают на территории двора, где ходят дети, где находится инвалидный центр истоки, где проходят пешеходы. Над их головами работает стрела крана 25-тонного и переносит различные конструкции. Рядом на стройке строители в касках, а мы ходим так. Представители офисной общественности обратились в администрацию города, однако управы на застройщика так и не нашли. А теперь курьез. Сотрудники частного охранного предприятия похитили несколько тонн металлолома с производственной площадки, которую сами же и охраняли. По крайней мере, так утверждают в правоохранительных органах. Руководитель производства обнаружил недостачу и пришел к выводу, что к хищению причастен кто-то из своих. Выйти на след похитителей ему помог случай. Однажды директор проезжал мимо пункта приема металла, расположенного неподалеку от его фирмы, и увидел у входа машину работников ЧОПа, груженную ломом. Мужчина зафиксировал происходящее на камеру мобильного телефона. Эй, орлы! Че грузим? Че выгружаем? А? Я? Директор фирмы, вот откуда они воруют лом этот железнодорожный. Вот видите, что творят? И они у вас постоянно сдают. Вот. Видите, что творят? Как вам не стыдно, ребята? Охранников задержали по подозрению в краже. Возбуждено уголовное дело. Жители центра Древлянки, Куковки, Перевалки, Галиковки, Зарики, Первомайского и Октябрьского районов, а также рыбки Пятого поселка и радиозавода сегодня останутся или уже остались без горячей воды. Благо, цивилизация вернется ровно через три недели. Но вы держитесь. А если вам есть что рассказать, звоните нам по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова